Миллер развернулся недавно в микрорайоне Плявники. Пенсионерка подожгла подъезд в многоэтажном доме, после чего собрала вещи и вызвала такси. Однако скрыться с места происшествия ей не удалось, по словам соседей, женщина невменяемая. Полиция начала уголовный процесс, однако жители не скрывают, они боятся ее возвращения. Горит лестничная клетка. Что делать, если ее поджег твой сосед? И получилось это вовсе не случайно. Такой вопрос задают себе жители этого дома в микрорайоне Плявники. Спички в кармане у нее остались. И когда она выходила сюда, в скорую садилась, люди повыходили уже, жители, она повернулась и сказала, это вам на прощание, мой подарок вам на прощание. Жители дома в один голос утверждают, что перед поджогом колясочного помещения на первом этаже от пенсионерки поступали угрозы. Но никто и подумать не мог, что глубокой ночью женщина исполнит обещанное. В колясочной находятся газовые трубы, и при другом стечении обстоятельств дом мог взорваться. День назад уже одному соседу сказал, что она зовет весь нас. Конечно, понятно, что никто серьезно не принял его. И, ну, просто забили. И вот как раз ночью она решила это все сделать. И она просто не успела убежать, потому что дверь заклинилась наружной. В четырех местах поджог. Сама закрыла дверь, вышла, колясочную закрыла, и вышла дверь, вызвала такси, чтобы уехать. Начинаю просыпаться, и мне очень начинает голова болеть. И я вижу, что в комнате полный дым, и ничего не вижу. Только цвета на окна. Открываю окна, там, и воздух свежий взял. И тогда уже понял, что, ну, что-то горит. Жительница соседней квартиры Дзидра о пожаре узнала только утром. Я не чувствовала дыма. Пожарные мне в дверь не звонили. Я проспала все это время с полчетвертого. Не знаю, как долго. Когда проснулась, света уже не было. Узнала от соседей. Сейчас виновница пожара находится в больнице. Лечится от ожогов. В полиции начали уголовный процесс, но говорят, что принудительное помещение в лечебницу или в тюрьму ей пока не грозит. Для этого нужно заключение экспертизы о ее душевном состоянии и решение суда. А это процесс долгий. А пока жителям, которые так боятся, что пенсионерка вернется, придется самим заботиться о своей безопасности. Конечно, им надо держать руку на пульсе. Если эта женщина вернется сейчас в квартиру и опять что-то будет повторяться, сразу необходимо вызывать полицию. Мы уже будем решать, что делать дальше. Совместно с медиками, конечно. Пусть обследуют и смотрят, что можно в реальной ситуации сделать. Но у нас рычаги, какие кардинальные, у нас нет. Чтобы эту ситуацию разрешить в пользу жителей. То есть риски, конечно, сохраняются. По словам жителей дома, родственников и знакомых у пенсионерки нет. А сама она имеет судимость. Евгения Копылова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.